Всем хай народ, свежие новости при Historic Kingdom. Их немного, но они все вкусные. Кстати, как обычно, предлагаю посетить единственную группу ВКонтакте, посвященную данной игре в Русскомьюнити. Самая свежая и актуальная информация только здесь. Ссылки все в описании. Начнем, наверное, со свеженького. Разработчики оптимизируют ограждения вольеров и в обновлении 11 уже планируют выпустить ворота для ограждений. Также уже в следующих обновлениях по плану выходит механика крушения ограждений и побега животных. Сами ограждения будут размещаться намного плавнее, чем это есть сейчас. Также, не отходя далеко от темы ограждений, в будущем в игре планируется взаимодействие посетителей непосредственно с самими животными, а также посетители смогут заходить в специально отведенные места внутрь к животным, имеющим низкий уровень опасности. Объявлена дата выхода обновления 11 в связи с большой работой с ограждениями, добавлением новой механики, не запланированной в этом обновлении ранее. Они не успели выпустить его в апреле, так что утвержденная дата выхода 10 мая. Все также работают над системой прорывов животных сквозь ограждения, так что будем держать кулачки за то, что обновление скоро попадет к нам в лапки. А также все механики, экономики и новые виды, про которые я рассказывал в прошлом ролике. Кстати, плейлист в описании под видео. Гости и посетители в игре выйдут на новый уровень. У них будет больше возможностей в парке, большой функционал, который будет влиять на сам парк и много различных взаимодействий в парке. Так разработчики работают над взаимодействием со скамейками. Вскоре они будут требоваться в парке для того, чтобы посетители могли отдыхать на них. Сейчас скамейки используются только как визуальный объект. Таким образом, мы сможем размещать различные места отдыха или целые площадки по парку на не очень большом расстоянии друг от друга. А, и чуть не забыл. Новый кадр второго, пока еще неизвестного до сих пор вида из обновления 11. Пишите комментарии, кто это может быть. Ну, собственно, ставь пальчик вверх. Лукас, он же лайк и подписывайся на канал. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok